Аллилуйя! Итак, друзья мои, я хочу сегодня поделиться проповедью на тему Духовная брань. Вместе с тем, что мы живем в естественном физическом мире, мы даже до конца, может, не понимаем, что мы живем в реальном духовном мире, где каждый день за нашей душей идет битва. Мы живем между злом и добром. Там есть свет и тьма, есть добро и зло, день и ночь. Есть сила добра и силы зла. И, знаете, один мудрый философ сказал такую фразу, «Во мне живет два зверя, и того, кого я кормлю, тот побеждает. Или ты кормишь свой дух, и духом умерчвляешь дела плотские, или ты кормишь свою плоть и живешь по плоти. И твоя плоть побеждает и преодолевает твой дух». Итак, мы находимся сегодня в духовном мире. Вы видите меня, я вижу вас. Это физический мир. Но реально существует духовный. Если бы мы видели столько здесь ангелов, которые поклоняются с нами Богу, которые сохраняют нас, дают нам благодать. И я думаю, что на это место также пытаются проникнуть в бесы, чтобы нас отвлечь. Первое, что они делают, приносят нам всякие мысли. Может быть, сидя в служении, думаете о чем-то отвлеченном. Просто начинает такая, знаете, загрузка. Ты не понимаешь, чем ты борешься, с чем ты... Знаешь, какие-то ситуации, обстоятельства, какие-то проблемы. Тебя нагружает какая-то твоя работа, переживания о чем-то. И дьявол пытается нас просто увлечь и обкрасть нас. И это его одна из задач и тактик. Давайте откроем местописание, если возможно высветить. Это послание Фессианам, 6 глава. Давайте почитаем. Спасибо. 6 глава с 10 стиха и ниже. Итак, вы готовы? «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против чего? Козни дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей и тьмовека всего, против духов злобы поднебесной. Для всего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злый и все преодолев устоять. Итак, станьте, припаясь в чресло вашей истинной, облегшись в броню праведности. И обувь ноги в готовность благовествовать мир. И паче всего возьмите щит веры, которым возможите угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который и Слово Божие. «Всякой молитвой и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самым, со всяким постоянством и молением о всех святых». Знаете, когда я готовил эту проповедь, я воспользовался некоторыми комментариями, переводами из греческого языка, и это открывает картину более такой полной мере. Итак, для того, чтобы понять, с чем мы постоянно сражаемся, нужно просто понять, знать тактику своего врага. Вы знаете, ничего нового под солнцем не происходит, все повторяется, начиная с Эдемского сада. Мы сейчас вернемся к этому. Итак, Библия говорит, что против козни дьявольских. Так вот, слово «дьявол» переводится в греческое слово «диаболос». Состоит из двух слов «диа» – «использовать что-то», «череть что-то», «болос» – «боле», «бросать издалека», «баллистика», «баллистическая ракета». Какую тактику дьявол использует? Она та же самая, что была с Эдемского сада. Вспомните Еву. Адама, Еву первых людей, и подошел змей, написано, хитрее был всех, древний змей, и начал искушать Еву, и задал первый вопрос, вообще ни к чему не обязывающий. Кто из вас помнит, какой вопрос задал змей жене? Что именно сказал? Первый вопрос. Да, он сказал, подлинно ли Бог? Правда ли, что Бог вам запретил вообще есть от всех деревьев? Но глупый вопрос, глупее некуда. Чему это все было? Надо было вывести на разговор. Надо было за что-то зацепить, чтобы начать диалог. И как только Ева сказал, да нет, неправда, Бог нам все разрешил, только от одного дерева, нельзя укушать. И следующий вопрос, используется это слово, его именно сути, диаболос, закидывание удочки, закидывание сети. Он просто забросил сомнение, сомнение в разум Евы и сказал, неправда, это неправда, что вы умрете, но в тот день, который вы вкусите, вы не умрете смертью, но глаза ваши откроются, и вы станете как боги. Другими словами, он сказал, вы можете жить самодостаточной жизнью, вам Бог вообще не нужен, вы сами боги. Что дьявол сегодня говорит людям? Почему в этой церкви не 10 тысяч человек, а только вы, принявшие Господа, открывшие свое сердце для Господа? Потому что большинство людей, которые слышат послание любви, они говорят, слушая те же удочки, которые забрасывает дьявол сегодня, он говорит, тебе, Бог, не нужен, все можно купить за деньги, а если не можно купить за деньги, то за большие деньги. У нас так много сегодня разных, знаете, притч на эту тему, что человек хочет жить самодостаточной жизнью, отделенной от Бога. Та же тактика сегодня происходит и с нами, с чем мы сражаемся. Я так думаю, что может быть кто-то из вас сегодня утром проснулся и чувствовать свою немощь, свою слабость, какие-то есть причины не пойти на служение. Кто из вас, будьте честны, боролся с чем-то, пойти в магазин, на дачу, съездить с мужем, побыть с детьми, очень благочестивые вещи, чтобы не пойти в церковь. Поднимите руку, будьте честны. Спасибо. Я знаю, сто процентов. Мы просыпаемся каждое утро, особо на воскресенье, и в нас как никогда наваливается усталость. Сразу приходят разные благочестивые мысли. Ты шесть дней работал, седьмой почил, даже сам Господь отдыхал, тебе нужно поспать. Баю, баюшки, баю. И все. Вы понимаете, как дьявол использует свою тактику? Она та же самая. Приходят негрешные мысли. Я не говорю, чтобы дьявол тебе сказал, пойди купи себе бутылку водки и напейся. Дьявол говорит тебе, побудь дома с семьей, проведи время с мужем, с женой, посвяти свое время детям, почитай книжку, почитаешь писание дома. И знаете, чем заканчиваются такие дни? Целый день прокричал телевизор, с мужем поссорилась, дети ушли на улицу, плюнули на все, нет отношений. Короче, переведенный день. И начинается злой день, который там дальше пишется. Злой день. Мы попадаем иногда в различные ловушки. Итак, я хотел бы, чтобы мы увидели эту часть только, да? Того, что Писание говорит, что мы попадаем в сети разные дьявола. Как действует дьявол? Первое, что он делает, он приносит нам информацию в наш разум. Послушайте, драгоценные. Разум – это поле битвы. Это место, куда приходят мысли от Бога, от себя лично какие-то идеи и от дьявола. Это поле сражения. Мы сражаемся с различными правильными и неправильными вещами. Что это может быть? Навязанная реклама, алкоголь, кредиты, горечь, непрощение, страхи, неверие – все это в нашем разуме. Как дьявол строит козни, как дьявол строит твердыни в разуме людей? Все, что когда-то мы в жизни переносили, какие-то даже различные ситуации нехорошие, они могут сформировать наше мышление и нашу жизнь. Вы знаете, Писание говорит, что каковы мысли в душе человека, таков и он. Как ты думаешь, так ты живешь. Вы знаете, однажды смотрел одну передачу, приехал христианский миллионер в Москву и проводил семинар обучения по бизнесу. Мультимиллионер или миллиардер даже. На своем самолете. Богатый человек. Это была в Измайлово христианская конференция. Собрались бизнесмены и разные люди, чтобы послушать, чем он поделится. И встает один человек, и такой, знаете, видно, ну простой человек, где-то приехал откуда-то. Он говорит, вы знаете, можно вопрос? Он говорит, да, задавайте. Тот его спрашивает, слушай, а какой вопрос? Он говорит, у меня есть 10 тысяч долларов, и я вот не знаю, куда их вложить. Подскажите мне. Он говорит, вложить их в мозги. Короткая фраза. Потому что смотрит на мужика, пришел такой пиджак, не расчесанный, не бритый. Куда тебе вложить деньги? В мозги. Потому что если ты не учишься, не получаешь обновления в своем разуме, ты ничего хорошего в жизни не можешь достигнуть. Почему он прав, я скажу? Потому что часто бывает, мы поддаемся различным вещам, связанным, ну знаете, с нашим прошлым мышлением. Ну, к примеру, как это работает на практике? Вы росли в семье, где было много детей, или может быть, наоборот, вас там двое, старшего или младшего любили, вас не любили. И вам постоянно говорили, ты не такой, как все, у тебя руки не оттуда растут, мозгов у тебя нет, баран, вообще учиться не можешь. Слушай, ребенок вырастает с таким отношением к себе, как правило, я скажу, что если его не спасет Господь, будущего в этом парне нет. Слышите меня? Потому что вот это клише, вот эти штампы, это твердыни, которые поселяются в разуме, и часто говорят, что тебе не пойти заняться каким-то бизнесом, делом жизни? Он говорит, да нет, на меня на роду написано, я неудачник по жизни, и все мне говорили, и мама, и папа, и вообще не такой, как все. Максимум, что я могу делать, брать лопату и мешать раствор на стройке. Даже нет никаких шагов, сделанных к тому, чтобы что-то изменить. Почему? Вот эта твердыня, она поселилась в разуме, что ты не такой, как все, ты не способный, и ты не можешь быть хорошим, нормальным, полноценным или успешным человеком. Вы знаете, дьявол забрасывает эти сети, частенько это бывает. Если вы ходили в школу, может быть, вам давали какое-то, я не знаю, там, обзывалки всякие в школе, да, существуют, и вас называли сверстники, может, плохо относились. Как это мешает прорваться и быть успешным в жизни? Некоторые это преодолевают, проходя различные, я не знаю, обучения, начинают на себя смотреть, слушают комплименты окружающих, и Господь исцеляет сердце, и человек получает свободу. Но если, говорю, Господь не изменит наш разум, наше мышление, то никаких шансов нет. Послушайте, такую вещь скажу, что наш дух спасается в момент спасения. Это происходит мгновенно, но наш разум нуждается в обновлении каждый день. Услышали? Наш дух рождается мгновенно, он перед Богом святой, чистый, непорочный, прощенный, классный, просто все супер, но наш разум, это душа, воля, ум, чувство, душа. Между духом и телом есть пространство душа. Это то, что нуждается в обновлении каждый день. Давайте откроем одно местописание, известное для нас, 12 глава послания Римлянам. Вы знаете, мне нравятся современные переводы, я сейчас посмотрю и хочу прочитать в современном переводе. Римлянам, 12 глава с 1 стиха. Давайте сначала синодальные прочитаем. Братья, ради милосердия Божьего к вам я вас прошу, отдайте себя, свое тело Богу, как живую жертву. Кстати, это не синодальный перевод, это другой. Освященную и угодную Богу. Синодальный перевод гласит так. Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, предоставьте тебе вашу жертву живую, святую, богоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком с ним, но преобразуйтесь обновлением чего? Ума вашего. Дабы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Вот современный перевод говорит вот так. Поэтому я умоляю вас, братья, ради милосердия Божьей, принести ваши тела в жертву живую, святую и угодную Богу, это и есть разумное служение Ему. И дальше второй стих. Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира. Классно. А, тут есть перевод. Но пусть Бог преображает вас, обновляя ваш ум, чтобы вы могли постигать, чего Он хочет от вас, что для Него хорошо, угодно и совершенно. Наш разум нуждается в обновлении каждый день. Как это происходит? Просыпаясь утром, все болит. Не хочу идти на работу. Плохое настроение. Идет дождь, снег, плохая погода, еще что-то. И мы встаем с таким грустным лицом и целый день проводим так, как настроение, так и день прошел. Просыпаясь утром с плохим настроением, говоришь, Господь, я новое творение, спасибо Тебе, что Ты меня обновляешь каждое утро. Обновляется юность моя, Аллилуйя! И ты просыпаешься, начинаешь делать зарядку. Совсем другое настроение, другой день. Друзья, это работает так. Обновляется разум. Ты перестаешь думать, как ты вчера думал. Ты перестаешь к себе относиться, как тебе плохо может отнеслись другие люди. Ты к себе относишься так, как относится Бог. Читай Писание, и в нем говорится, как Бог к нам относится. Писание говорит, я новое творение во Христе Иисусе. Я новое творение. Все, старое прошло. Древнее прошло, теперь все новое. Это так Бог смотрит на нас. Вы знаете, как мы живем в плену прошлого? Как дьявол это использует? Когда я начал изучать эту тему, я в своей церкви два месяца проповедовал на эту тему. Сколько открылось глубины, как дьявол использует тактику, обманывая не просто людей мира, христиан. Как мы, христиане, попадаемся на эту удочку, когда он забрасывает нам сети, говоря о нас плохо, по крайней мере, неправильно, не так, как Бог говорит. И поэтому Павел, понимая духовный мир, говоря о начальствах, властях, мире и всему остальном, я вам рекомендую дома полопатить, почитать немножко переводы разные, греческий перевод. Открылась такая картина. Это структура демоническая, как она действует, в каких областях, оригинальные, районные, городские и мелкие бесы, которые влияют на людей. Как все организовано, и какая тактика и задача дьявола. Украсть, убить, погубить. Его задача. Не важно даже, если ты спасся, ты в церкви, ты новое творение, ты 15 лет в церкви, у тебя должно быть все уже в вау. И ты смотришь, хочется спеть песню, каким ты был, таким ты и остался. И ты не понимаешь, что не хватает благодати Божьей, не хватает его силы, помазания, достаточно его благодати для изменений. А в чем проблема? Люди ходят грустные, не радуются, не могут войти в призвание. Почему? А дьявол им говорит, ты неудачник по жизни. Какое тебе служение? Не лезь, там сами разберутся. Вон есть пастор, у него там помощники, все решат за тебя. Как дьявол обманывает христиан? Они не могут войти в призвание, потому что не соглашаются с Богом, больше верят в прошлые лжи о себе, чем в Божьей судьбе. Вы слышите, о чем я говорю? Я хочу вас спросить, сколько в церкви сейчас у вас здесь сидит служителей церкви разного ранга? Поднимите руки. Домашние группы, детское служение, ашерское служение, не важно. Но теперь оглянитесь вокруг, держите руки. Это же все равно единицы, друзья. А остальные в чем дело? Не нашел себя? Никак не могу понять, кто я? Так обновляй свой разум. Читай Писание, ты увидишь, что на тебе есть призвание, у Бога есть такая судьба для тебя. Знаете, если мы хотим поверить Богу, нам придется сражаться со своим прошлым. Не вы слышали? Если мы поверим Богу, то оно всегда нас удивит, шокирует Божья судьба. Мне в 17 лет Господь дал пророческое слово. Я был в мощных, и было молитвенно-ночное собрание, это были 70-е годы, конец 70-х. Приехала одна сестра, пророк, закрытые окошки, гонения на верующих, 20 человек в доме, и она говорит, сын мой, я испытаю и проверю тебя. Если будешь мне верен, поставлю и будешь служить на стадионах, тысячам людей будешь проповедовать. Я такой стою, Господи, верю, помоги моему не верю, 20 бабушек, закрытые окна. О каких стадионах речь? Вы понимаете, это всегда тебя шокирует. Я так подумал, ну, наверное, сестра хотела комплимент мне сделать, так, молодой, перспективный парень. Разве я мог поверить, что я в мощных живу? Простой парень в деревне, без высшего образования, потому что нельзя было верующим получить. Когда-то можно подумать в страшном сне, что когда-то смогу проповедовать тысяч. И знаете, я прошел армию, испытания, гонения. Был год верующим в части. Не было ни одного верующего, 1200 солдат, я был один верующим. Были прессинги, различные, знаете, угрозы, шантаж и покупки. Я сказал, все, я за Господа, просто посадите, отсижу в тюрьме, но присягу не приму. Тогда это было очень серьезно, сейчас другое время. И через год приходит пополнение 15 солдат Западной Украины, баптисты, 50-ники и один адвентист. И я для них стал пастором, мини, я даже не понимал этого. У меня все ключи были от каптерки, от клуба, я музыкант, любил играть. Я говорю, так, ребята, на молитву вечером. Я для них стал пастором, я уже год отслужил, я уже был черпак, кто в армии служил, понимает, это уже был статус. Я уже мог не засевывать там верхнюю пуговичку, ремень такой, знаете, сапоги отутюженные, ну, кто понимает это. А потом пришло время, через год после свадьбы Господь призывает Самару. И однажды у нас на стадионе Металлург 15 тысяч вмещает стадион. Я играл в прославлении и проповедовал людям. Полный стадион забитый, 92-й год. И мы раздали 15 тысяч в Англии за один день. И Господь мне говорит, стою посреди стадиона. И Господь говорит, а помнишь пророчество в деревне, в домике, ночью, в 2 часа ночи. И знаете, так Господь любит шутить еще. А ты не поверил. Это был я. Так я еще верю, что еще лучше впереди, друзья. Это было только начало. Знаете, к чему я это говорю? Потому что я тоже без рода племени, имени. Я в простой семье родился верующих людей. Никаких перспектив не было жить в городе, быть пастором, сейчас епископ, полпредреховского. Если я перечислю вам должность, и простите, просто скажу. Я просто иногда сам читаю, думаю, неужели это я? Не может быть. Может. С Богом. Знаете, то, о чем я проповедую, это очень серьезно, это очень практично. Потому что сколько мне пришлось сражаться с тем, что я без высшего образования. Я просто парень из деревни, из Украины. Даже не местный там. А Господь поднял, взял, пошутил Господь. Просто пошутил. Дал авторитет, дал благодать, дал помазание. Я сегодня служу, удивляюсь Божьей благодатью. Говорю, Господь, все, что надо было от меня, послушание. Просто собраться и с месячным ребенком в безумии в 91-м году, когда бомбили Белый дом в Москве, уехать из Украины, где было сало, мясо, сыр, колбасы. Надо было уехать туда, где пустые полки. Полнейшее безумие, но послушание Богу. Сегодня я имею все. Стада крупного и мелкого скота, как Авраам. Понимаете, все Бог дал. Это наши страхи, вот это твердыни, как я буду жить, а кто мне поможет, никому я не нужен. Если тебе что-то Бог говорит, с головой прыгай, скажу тебе сразу. Соглашайся с Богом. Это может быть безумные вещи какие-то, которые ты сам не мог даже придумать, потому что Господь, Он всегда нас удивляет, Он дает нам больше, чем мы можем помыслить, помышлять или молиться, или просить. Он дает больше. Я могу проповедовать, говорю целых два месяца на эту тему, и у меня много информации, но я скажу такую вещь сейчас, чтобы закончить эту мысль. Друзья, если кого-то Бог призывает, или вы слышите призыв, пастор говорит, друзья, нам нужно в дочернюю церковь, где-то там, в каком-то поселке, служитель, который согласится с Богом, посвятить свое время, часть времени, и ездить служить, помолись Богу, может быть, это ты, совершенно не тот человек яркий, который привык быть на сцене. Согласись с Богом, и ты увидишь, что сделает Бог. Что сделает Бог, это больше, чем ты можешь себе придумать. Но дьявол приходит сразу забрасывать сети. А подлинно ли сказал Бог? А правда ли, что это Господь? А Он вам сказал, ребята, неправда, Он вас дурачит, не верьте Богу. Первое, что Он сделал в Эдемском саду, посеял сомнения. Как дьявол разрушает отношения в церкви? Очень просто. Вы вдруг услышали, где-то, свободные уши, услышали какую-то молву. А ты слышал, что вот сестра, лидер церкви, сделала. Как она могла, не разобравшись, уже такое единство приходит. Что интересно, вокруг единства, такое сплочение. Что интересно, на негатив приходит такое единство. Вы не замечали это? А особенно подобный соединяется с подобным. Рыбак рыбака видит издалека. Люди объединяются по своему виду, роду и племени. А что такие грустные стали? Что поймали? Я надеюсь, это не про вас. Вы в собрании развратителей не находитесь, в собрании святых. Общайтесь с теми людьми, которые вас могут назидать. Хотите практический совет? Я принял решение для себя. В нашей семье есть порядок. Мы ни о ком плохо не говорим. Мы вообще не разносим сплетни и не занимаемся этим. Нам это вообще не интересно. Как только мы слышим, кто-то говорит, давайте помолимся за этого человека. Заканчиваются разговоры. Что интересно? Давайте будем молиться. Просто прорвемся сейчас и станем проломить. Вы знаете, как заканчивается это? Почему? Потому что нету свободных ушей и неинтересно дальше продолжать. С кем сплетничать? Если ты хочешь помочь брату или сестре, то стань на колени, да помолись, чтобы Господь дал свободу, помог прорваться и даже в искушение человек попал. А то знаете, как говорят христиане, христиане не сплетничают, они просто делятся молитвенными нуждами. А потом в конце, чтобы было все благочестиво, давай помолимся. Продолжаем дальше. Второй Коринфян, 10 глава. Пастор, сколько у меня есть времени? Хорошее у вас свое здание. Правда, уже не внизу. Потихонечку вас тоже вытесняют, да? Но зато здесь сплоченник. Здесь классно. Здесь хорошая атмосфера. Десятая глава, вторая Коринфян. Давайте посмотрим третий, пятый стих. Если можно, высветить. Итак, хотя мы и живем в этом мире, смотрите, что Павел говорит, но воюем не так, как в этом мире принято. Четвертый стих. В нашей битве мы сражаемся необычным оружием, а оружием божественной мощи. Оно сокрушает твердыни. Скажи, твердыни. Мы сокрушаем хитрость плетения ума и высокомерия, восстающие против познания Бога и берем плен всякое помышление, покоряя и Христу. Всякое помышление, скажи, всякое помышление послушания Христу. Знаете, что это значит? Если мы вернемся к временам Павла, он говорил очень практичные вещи. Как раньше людей брали в плен. Сейчас у нас автозаки, наручники, охрана, автоматы. Все было по-другому. Человек, провинившийся и достоин наказания, до того, как его этапируют куда-то к месту заключения, сопровождался воинами, которые были одеты в доспехи и у них был меч, это сильное оружие. Что они делали? Они брали просто в спину, упирали мечом. Человек должен идти с поднятыми руками и если в лево-право шаг он сделает, его просто воин мог проткнуть. Все понимали, это все равно смерти. Просто упирал штыком меча и ввел его к месту наказания. Сказал, до суда идешь прямо и не дергайся, в лево-право побег. Когда апостол Павел говорит аллегорию, давайте еще раз вернемся к этому месту, он как раз говорит именно словами, сленгом воинов. Всякое превозношение, четвертый стих, можно? Оружие воинствования наше неплотские, сильны Богом, на разрушение твердынь, ими неиспровергаем замыслы. Пятый стих. И всякое превозношение, восстающее противопознание Божие, пленяем. Скажи, пленяем. Как можно пленить? Вот пленника так ввели. Всякое помышление в послушании Христу. Знаете, когда я стал изучать тему вообще по поводу духовной брани, слово твердыни, можете записать, если вы привыкли это делать или запомните. Греческое слово охуроматон, твердыни, охуроматон, очень укрепленное, защищенное место. Слово хорумы от слова охурома. Хоромы, мы говорим, построенные, это укрепленное место, это твердыни, которые не поддаются просто так. Но скажу, чтобы было более понятно, если о вас говорили плохо или у вас о себе неправильные отношения и мышления, ну по отношению к себе, вы не сможете от этого избавиться просто тем, что будете говорить только комплименты. Вы должны понять, что все это возможно только если вы пленяете вот это неправильное помышление в отношении себя или других, пленяете вот этим мечом, упирая в спину, вытесняя его только Словом Божьим. Скажи соседу, Словом Божьим. Вытесняя Словом Божьим. Если мы Словом Божьим не заменим никакие психологические тесты, посмотри в зеркало, улыбнись, скажи пару слов хороших, ну неплохо, но это не помогает, потому что это не является истиной Божьего Слова. Если ты берешь Слово Божие и читаешь, и Писание говорит, что всякий, кто живет там по Слову, побеждает, и это победа, победившая мир, вера ваша. Ты говоришь, Господь, во мне есть вера, которая способна побеждать мир. Спасибо тебе. Аминь. Это есть истина. Если ты по природе слаб, и у тебя повторяются какие-то привычки или согрешения в жизни из прошлой жизни, я тебе скажу, невозможно избавиться только тем, что ты будешь только говорить, Господь, я каюсь, прости, каюсь, прости. Это нужно вытеснить Словом Божьим. Должен говорить слова апостола Павла, который сказал, я сораспялся Христу, я ненавижу этот грех, я не хочу в нем жить, я трекаюсь от этих грехов, и моя плоть сораспята со Христом. Только Словом Божьим мы можем вытеснять всякие твердыни в нашем разуме. И еще несколько вещей. Я всего все равно не смогу вам сказать, потому что это очень большая тема. Я хотел бы главные практические вещи сказать, то, что касается победоносной жизни. Итак, разум. Что Писание говорит о разуме? Разум, греческое слово ноемата. Это мозг, в котором суматоха, ноемата переводится с греческих слов. Каша в голове. Мы иногда говорим такое, когда в человека смешиваются различные вещи. Божье слово, свои какие-то рассуждения и ложь дьявола. Нам нужно научиться в своей голове отсеивать, почему это разум, поле сражения, как я сказал, научиться понимать, где, кто, когда говорит. Иногда говорит наша плоть, наш олень, иногда нежелание. Но иногда дьявол искусно забрасывает сеть в наш разум, принося ложные мысли. Знаете, пример хороший, помните Иуду, который предал Христа. И там такая есть фраза, что когда дьявол уже вложил, вложил Иуде, Искариоту, используется слово именно балле, забросил, забросил удочку, забросил не вот с мыслью предать Иисуса. Откуда эта мысль пришла? Можно просто предположить, что так как он был казначеем, и в нем был ящик, иногда он опускал руку, воровал, Писание говорит, что-то было не в порядке у него с финансами. Может быть, были ожидания, что Иисус станет царем, а он станет казначеем главным. И вдруг как-то разочаровывается его, знаете, ожидания не исполняются. Мы можем просто пофантазировать, почему, откуда в Иуде появилось желание предать Христа? Он был один из двенадцати, он видел божественность Христа, чудеса, исцеления, он был хорошим апостолом, он не всегда был Иудой предателем. Но что-то в какой-то момент произошел надлом. Последняя капля, если вы помните историю, что женщина с лавастрым сосудом пришла в дом и разбила мир, помазала ноги Иисуса, и Иуда вместе с другими учениками сказали, к чему сей отрата? Это была последняя капля, потому что следующие стихи говорят, что дьявол вложил в сердце Иуда Искариоту предать Христа, Иисус говорит, что надумал, делай скорее. Это все, это была последняя капля, разочарование, триста динарии, все перевел деньги, сколько можно заработать. И под видом благотворительности он имел привычку тратить не туда, куда нужно. Сердце было прилиплено к деньгам, его сердце было неправильным. И после того, как он это написано сделал, он вышел быстро, удалился и пошел к первосвященникам, чтобы предать Христа. Вот это слово, болея, что он забросил дьяволу удочку, он это делает постоянно с каждым человеком. Со всеми живущими на земле у нас постоянно есть битва, мы выбираем добро или зло, мы делаем хорошие вещи или плохие. Я могу привести пример, это в простых вещах. Сегодня было пожертвование, был призыв, было слово сказано, слова благословения. Если ты будешь делать, то будешь головой, не фастом. Мы хотим быть головою, только не хотим делать. Мы хотим ничего не жертвовать, но быть главой. А Писание говорит, сение и жатва. Зима и лето, холод, не прекратятся. Сение и жатва во всех сферах. Я мог бы говорить о семени, это еще одна тема проповеди. Финансы как семья. У нас должно быть ожидание. Если мы сеем, мы ожидаем, мы делаем целеустремленно, мы делаем умышленно, может быть, наступая на свою плоть. Знаете, наша плоть не хочет никому ничего давать, она жадная. Вы знаете это или нет? Даже весь рожденный свыше и почти как ангел уже. Я вам скажу, она жадная. Она не хочет никому ничего давать. Нам нужно тренировать себя, нам нужно упражняться в доброте, в добродетели. И это тоже одна из вещей. Мы сидим, идет пожертвование. И знаете, в нас сразу приходят мысли благочестивые. А не лучше тебе помочь детям? Купи продуктов, сходи в гости, ты давно не был. И говорят, доброе дело, не пожертвуй ничего. Вот одна гривна где-то в кармане валяется, положу ее, не жалко. А что такие на меня грустные, смотрите? Я пожертвования не собираю, я просто рассуждения вслух. И мне проще, я же не пастор вашей церкви, знаете. Это пастору надо будет разгребать тут все. Я попроповедовал и уехал. Но я на самом деле говорю, разве мы не сражаемся, когда проходит мешочек пожертвования, и мы говорим, да минует меня чаша сия. Нет такого. Аллилуйя, слушайте, вы такие святые уже, простите, я немощный просто. Знаете, я видел африканскую церковь, мне так это понравилось, пожертвования собирать, вот это вы видели. Они кувыркаются через голову, танцуют, прыгают, прежде чем положить жертву, и приносят жертву. У них такие деньги еще, мешками приносят. Ну и там деньги, знаете, за 10 вот этих бумажек ты купишь булку хлеба, и пачками приносят, и жертвуют, кувыркаются, танцуют, аллилуйя. Я говорю, а что-то такое. И там написано, перевод, что они так научены жертвовать с радостью. Их учат этому, жертвовать с радостью. Потому что, если мы не делаем так, и с печалью делаем это все, то перед Господом, оно же не ценится должным образом. Ты просто, кажется, от души оторвал, но так улыбаешься, говорит Господь, такой счастливый, что избавляешься от жадности. Потому что Бог нас учит этому. Друзья, я практически вещи говорю. Сам Господь написано, блажение давать, нежели принимать. Это учение Христа, Его слова. Сам Господь сказал, блажение давать. Вы знаете, что это блажение давать? Вы испытывали Бога в этом? Когда вы кому-то жертвуете, вы не знаете, а кто более счастлив, ты, что дал, или тот, кто получил? Если вы не знаете этого, попробуйте. Советую, это очень хорошо работает. Возвращаемся к теме. Вы хорошие ученики, я уже скоро закончу. Молодцы. Еще одно местописание. Иоанна 8,31. Давайте, пожалуйста, высветим, прочитаем вместе. Слова Христа. Он обращается к израильскому народу, потомкам Авраама, и говорит им о свободе, о рабстве. Помните эту беседу? И они говорят, а мы никогда не были рабами никому. Мы семьи Авраамом, мы всегда святы, чисты, у нас все хорошо, есть закон. И он говорит, всякие делающие грехи, есть раб греха. Сын не пребывает в доме вечно, а раб не пребывает в доме вечно. И дальше говорит, если сын освободит, то истинно свободны будете. Если сын освободит. И дальше говорит им, если пребудете в слове, то вы истинно мои ученики. Я скажу вам, нам, христианам, нужно практиковать ежедневно, читать Слово Божие, молиться. У кого получается каждый день читать Слово Божие, поднимите руку. Пастор, оглянись, только на замечания не бери их. Не-не-не, держите. Остальных не бери на замечания. Друзья, спасибо за честность. Знаете, в чем смысл? Если вы научитесь каждый день, возьмете за правило, как чистить зубы и пить кофе, читать Писание, молиться, я вам скажу, ваша вера через год просто выстрелит. Еще раз, не услышали? В Слове Божьем есть сила, в самом Слове Божьем. Знаете, что мне нравится дома? Жена вот здесь, она может подтвердить. Иногда, когда дети разъезжаются, или там нам никто не мешает, я включаю диск, слава Богу, сейчас записанных кучу переводов, все громко, Слово Божье читается в нашем доме. И такое впечатление, что стены впитывают это Слово. Оно имеет силу. И в какой-то момент я читал, 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 не обращал внимания, и вдруг я слышу что-то новое, приходит откровение. Слово Божье имеет такую силу, не сравненно ни с какими книгами, нашими словами, нашим мнением, в Слове Божьем есть сила. И поэтому Писание говорит, возьмите меч Духа, который есть. Все остальные доспехи солдата для защиты. Есть одно средство для нападения, меч Духа, который есть Слово Божье. Шлем спасения защитит наш разум от ложных мыслей. Броня праведности важна для того, чтобы, когда тебя дьявол обвиняет, а ты говоришь, я оправдан, я помилован, я новое творение. Вы понимаете, как это практично, применять каждый день? Это не просто там, я одеваю броню праведности, живите у праведности, не позволяйте дьяволу вас обмануть. Как только он приходит и говорит, ты грешник, ты неправильно поступил, ты кого-то обидел, ты поссорился с женой. Даже если это происходит, ты говоришь, жена, прости меня за мое согрешение, я оправдан перед Богом. Помолились, и опять праведность блистает, как снег. Вы меня слышите? Не позволяете дьяволу вас обманывать. Как часто мы, как люди, сделав даже ошибку, не можем принять Божье прощение, которое он дает нам мгновенно. Мы думаем, что нам у Бога надо заслужить милость. Не поняли? Помните Мартина Лютера? Кстати, 500 лет реформации. Все, что произвело фурор и переворот в его жизни. Это однажды, когда он на ступеньках поднимался на коленях. И надо было прочитать «Авы Марию и Отче наш» по нескольку. И стоптаны колени в мозолях. И он поднимается, и вдруг приходит озарение. Праведник верою жив будет. Праведник верою жив будет. И он сказал, «Я никакими делами не могу оправдаться перед Богом». Хотя он был монах августинского ордена. Он спал на полу. Они спали на гвоздях. Еле один раз скудно в день, потому что они пытались истязать свою плоть, чтобы смирить ее. И ничего не происходило. Говорит, «Чем больше я борюсь, тем больше я стою грешным». С чувством вины он не хотел жить. У него было желание с собой покончить. Почитайте историю Мартина Лютера, известного реформатора. Человек, который посвятил себя Богу и говорит, «Чем больше я себя истязал, тем больше чувствовал грешным перед Богом и ничтожеством». И как только пришло озарение, что я оправдуюсь верой, а не делами, я Богу не могу угодить делами, я спасаюсь по вере. Пришло прозрение, преобразование личности и всего общества, и дошло пробуждение и реформация до наших дней. Спасибо Богу за Божьих людей. Как только ты понимаешь, что ты не можешь перед Богом оправдаться добрыми делами, ты не можешь ему угодить ничем, наша праведность как запачкана одежда, и мы понимаем, что мы спасаемся и получаем прощение благодаря крови Христа. Приходит свобода, приходит радость, прощение, Божий мир. Ты начинаешь себя чувствовать победителем. Это ощущение, которое дает Бог внутри тебя, подтверждение, одежда праведности, пояс истины. Зачем он нужен? На поясе носили оружие. Это мы сейчас носим брюки, чтобы они не спадали. Раньше это было средство, где носили колчан, лук, стрелы, меч, это было местом, куда цепляли свое оружие для защиты. И поэтому Писание нам говорит, припаящись, припаящие чресла ваши. Человек не припаясанный, знаете, есть распоясанный человек. Припаяшьте себя, бодрствуйте, молитесь во всякое время. Ищет веры, чтобы угостить все раскаленные стрелы лукавого. И меч Духа, который есть Слово Божие. Друзья мои, я понимаю, что сегодня еще причастие, и хочу завершить таким исповеданием веры. Если можно, давайте встанем вместе. Что мы сейчас вместе перед Богом исповедовали то, что мы знаем очень хорошо. Филиппийцам 4, 13, Писание говорит, все могу, укрепляющий меня Иисусе Христе. Знакомы для вас стих? Знаете, что интересно? Греческое слово все, панта, греческое слово, переводится везде, всюду, абсолютно, со всех сторон, во всех отношениях, вполне, совершенно, целиком и полностью. Классно. Одно слово, все. Целиком и полностью. Могу. Переводится как быть сильным, крепким, могущественным, выделяться, иметь вес, значение, усиливаться и крепнуть. А теперь я хочу, чтобы мы провозгласили на основании этого места Писания провозглашение в свою жизнь. Вы готовы? Давайте это сделаем вместе, потом завершим молитвой. В Иисусе Христе я везде и всюду, решительно и со всех сторон, могу быть сильным и крепким. Я везде и всюду могу быть могущественным и выделяться своим знаниям, способностями, отличаться. я могу иметь вес и значение. В Иисусе Христе я могу во всех отношениях усиливаться и крепнуть. В нем я отличаюсь от других и имею вес и значение. А теперь поблагодари Бога, просто воздай Ему славу, прославь Его. Обновление, обновление. Господь, прямо сейчас я поднимаю руки вместе с Твоим народом, который, Господь, оправдан Тобой, прощен, помилован. Дети Твои, Господь, я провозглашаю обновление разума. Господь, научи нас и дай нам способность всякую тактику дьявола и всякие хитрости и лукавства демонические не спровергать во имя Иисуса Христа. Мы принимаем все обетования, которые говорятся в Слове Твоем «Да и Аминь». И мы говорим все обетования в нашей жизни, в моей судьбе, в судьбе моих братьев и сестер. И я высвобождаю благословение для победоносной жизни, для жизни во Христе Иисусе. Пусть каждый человек, который на этом месте, слыша Слово Твое, вооружится Твоим Словом, потому что в нем есть сила для победы. Благословляю, Господь, эту поместную церковь и молюсь, Господь, о расширении границ и влияния. Подними в ней еще много, Господь, мужчин и женщин, способных для служения Тебе. Высвободи Твои дары, и, Господь, да прославится Твое имя, и да будешь Ты благословен, и прославится имя Твое во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok